Продолжается сома, осталось найти аккумуляторы или батарейки и можно будет заселяться в женское тело. В мёртвое женское тело, что больше всего доставляет. Напоминает из этого фильма про робота Чапи, там он в конце тоже начал перемещать сознание людей в тела роботов. Ну, кстати, такой вполне годный фильм, если не видели, надо обязательно глянуть. Вот, и здесь тоже такая тематика переселения душ, видимо. Ну, сука, в мёртвые тела, усиленные киборгами. А вот опять этот кровосос появился из толкача. Треснули стёкла. Что за помехи-то? Я иногда уже не понимаю, помехи от того, что что-то глючит на этой станции или от того, что опять какой-нибудь говноподобный монстр подкрадывается, чтобы схватить меня за задницу. Так, это понятно. Это на будущее ставим. Чё ещё тут есть-то? Операционно здесь крысок бедных несчастных препарировали. 25 век, до сих пор крыс вскрывают зачем-то. Чё там ещё не видели до сих пор? Вроде будущее, да. Диктофон размером, сука, с видеокарту, блядь. Зато клава, смотрите, какая. Отрезали стрелки. Клавиатуре сделали обрезание по самые, блин... По самую половину. И мышь с этим шариком. Пытались ввести эти новомодные мыши, да, в магазине. Я их даже видел. Ну, они продаются и сейчас, но чё-то они в маст, по-моему, не пошли чё-то. Чё там, закончится когда-нибудь этот файл-то? Это здесь, наверное... А, у... Этот... Синий Марлин. Это рыбомеч. Сейчас тут, наверное, найдём эту рыбу, про которую в тексте говорилось, что рыба мутировала. Ну, вроде говорили, большая будет, а тут какие-то сардины. Ну, вообще колюха. Лещ, походу, под пиво солится, вялится. Помню как-то, когда я был ещё мелкий. Надо тут что-нибудь делать. Ну, это похоже на кёрхер для мытья. Я чё-то не врубаюсь. Вот, папа с дядей сходили на рыбалку, наловили там какой-то бороды, ну, в смысле рыбы. Я уже не помню, что там было. И решили её засолить и повесить, ну, сушиться и вялиться, я не знаю, как назвать эту технологию, на батарею. Чтоб потом, типа, её с пивом затащить. Не знаю, чем не устроило пойти просто купить в магазине. Но прикол в том, что пока на батарее рыба сушилась, наша собака пришла и обглодала абсолютно каждую рыбину, она обглодала до самой головы. Не сожрала, но пожевала. Ха-ха-ха, все поели рыбки, блядь, рыболовы хреновые. Так, короче, это комната порожняковая, тут делать нехер. Ничего не нажать, ничего не сделать. Нахрен-то, да, она вообще нужна, не понимаю. Компьютер тоже ни один не работает. А, вот, наверное, что надо. Нет, это тоже не открыть. Ну, тогда интересно, а где взять батарейки-то? Неужто, неужто внизу? Внизу тоже пара дверей новых открылась. О, может здесь? Блендер? Они пытаются оживить здесь свои соковыжималки, что ли, пытались? Тоже комната непонятного назначения. Видимо, какой-то цех для удобрений. Батарейки взять негде. О, статуэтка Хотея. Это не Будда, это Хотей, это такой... Ну, если правильно называют. Ему надо, типа, пузо тереть, и... И он исполнит желание ваше, если вы ему пузо как следует натрёте. Я бы посоветовал тереть ему немножко ниже, под пузом. Потому что с таким животом он вряд ли туда сам может достать и почесать свои орешки. Так. Комната-порожняк, да? Здесь что, тоже открылось? Можно ещё выше подняться-то посмотреть. Северный холл 2. Просто я не помню, где я был, где я не был. В этом основная проблема. Так. Опять. Каждый этаж надо перезагружать вручную. Чего выбран? Верхний. В рукопашную, давай. Оп. И там слышно было, как пивная крышка упала на пол. Я только что не понимаю. Если тут всё заблокировано, я думаю, не просто так. А главный герой ходит смело, дверь открывает. О, ещё один. Садик без головы. И ещё одно лечение. Я так подозреваю, что сейчас от кого-то придётся очень неслабо побегать здесь. Потому что... Потому что, ну, лечение не просто так стоит. На каждом шагу. Так, это, значит, холодильник для льда. Может, в нём батарейки есть? В нём чё-то есть. Это... 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 Жрачка. Как у космонавтов, только у них в тюбиках, а здесь в коробочках. Так. А этот чувак, видимо, заказал гамбургер «Разорви ебало» в местном баре. А, блядь. Я думал, его сдвинуть можно. Последнее, что он слышал, это тоже помехи. Интересно. Фун, так наклонился к нему, блин. Интересно. На подъёмнике приплыло из бездны одно, только мёртвое тело. А если отправить, кому отправить? Понятно. Никому. А... Ну что ж... Если я правильно понял... А, и вот в конце, в конце уже зазвучал вот этот шум, который... От которого у неё взорвалась голова. Если я правильно понял, Йохан Росетт, или как там его... То тело, которое мёртвое прибыло на подъёмнике из бездны, было заражено Нью. И оно здесь ожило. И, видимо, вырвалось на свободу и всех поубивало. Элементарно, Ватсон, просто дедукция. Дело раскрыто, дело закрыто. Тогда рискну предположить, что внизу, вот в той камере, заперт именно тот самый робот-убийца. Прибывший из, сука, самой бездны. Склад. О! Это не батарейки? Непонятно, нахер нужен-то склад? Видимо, прятаться надо будет в нём. Немножечко попозже. О! Ща погодь, чувак. Хочу убедиться, что здесь, кроме нас, с тобой никого нет. Чё это у тебя там, блядь, торчит такое? А, к нему не подойти. Его не выключить даже. Обычно, то есть, их можно было хотя бы, ну, некоторых отключать. Но он не робот, он ещё... Ебучий случай. А, вон он стоит, смотрите. Чё он делает? Эй, отморозок. Это не глюк, это, блядь, реальный враг. Тоже на звук, скажите, да, реагирует? А, это тот, на которого смотреть нельзя, наверное. Не, этот другой, на нахуй. Ну, я вёл себя тихо, как мышка, я не знаю ещё. Чё он быкует-то, блядь. Ну, пиздец, и как его обходить? Я уже три подсрачника пережил. А, вот он и пропал, наконец-то. Очень хорошо. Блядь. Он ещё ржёт, чё-то. На звук он точно не приходит. Пиздец, а чё с ним делать-то? Видимо, ничего. Да, блядь, тупик что? О! И чё это? Энергодрук. Высокопроизводительная, перезаряжаемая, литиево-серные комплекты. Аккумулятор Энергодрук. Производство Хаймадсу. Под стандартный разъём С3 для станков. Понятно. Энергоприборов. Так и где он, блядь, сука-то такая? Это не Энергодрук? То есть, я так подозреваю, что где-то там у неё за спиной на стенке есть вот такая вот херовина. Шкафчик Энергодрук, который надо обобрать. Непонятно, каким чудом я должен это сделать, блядь. Непонятно, что ничего не работает. Да, блядь. Охуенно, в общем. Чё, попробовать на неё не смотреть, что ли? Так она вроде вообще не такая. Не тот человек с дискоболом, она что-то новое. Ну, попробую не смотреть. Я просто не знаю, как её ещё-то обойти. Пауэррум. Если здесь и есть аккумулятор где-то, то, видимо, там. Что-то28 Bible- hanno идет. Красота. 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 Поисходной использованию М prereги. Красота. 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 Не смотрим, не смотрим, не смотрим. А пиздюлей всё равно получим. Так где? А, вон он, на стене. Я не сомневался в том, что план говно. Я просто, блядь, не в ебу, а как тогда её? Попросить вежливо уйти, нахуй. Да, прям вообще не подойти, блядь. Хватай и беги, что ли, надо делать? Блядь. Ползком, бегом, блядь, как угодно напалит. Заебись вообще. Тупость ёбаная. Минструальная баба, блядь. Ой, блядь. Да, я резиновый мужик, ты резиновая баба. Блядь, надо её как-то нахуй оттуда отодвигать, значит. Чё она делает-то? Хорошо, фонарик мы не любим, фонарик мы не любим, я понял. Фонариком всё, фонарик отбой. Чё тебе надо туда, животное? Надо, наоборот, на неё смотреть, не переставая, что ли. Я там чё-то немножко рассыпал. Убираться придётся, ёб твою мать. А, хули ты думала? О! Она отошла. Да ссал я тебе, бля, в рот. Пошла ты нахуй. Вообще не понял, как это говно работает. Но съёбать отсюда надо, это точно. Пизду. Охереть, просто, блядь. Как обратно включить эту блокировку этих обоссанных дверей? Ещё не понял, чё, как с ней надо, блядь. Конечно, некоторые моменты в этой игре вообще без объяснений просто не поддаются. Наверное, где-нибудь был текстовый файл, какой он тебя пропустил, где объясняли, как с ней надо задружиться. Но, а может и не было. Может так надо, интуитивно, блядь, анализировать. Отвлекать, бегать, прыгать. Чтобы она отошла от щитка, а ты в этот момент бац. Так, мне в какую комнату? Да-да, здравствуйте. Тидорастуйте. Куда он за нами пойдёт? Пошёл ка ты нахер. Никого нету. Всё, сейчас я заселюсь в костюм робота-убийцы Терминатора. Немезида 3000, мёртвая баба. С открученной головой и... В бездну отсюда. Нахрен с этого корабля. С этого... С этой... С этой станции. Блядь. Да что ты нахрен будешь делать? Не сюда же. Ёб твою мать. Хоть указатель бы хоть один повесили. Я откуда знаю, куда идти-то. Ну давай, ты ебись, ты коньём. Я только что здесь был. Хуй ты меня сканируешь-то по 20 раз. Это... Это зависание. Сейчас, ещё одно. Два подряд должно быть. Да, всё правильно. Вот второе. Теперь ещё минут 20 можно играть без зависаний. Ёбаный нахуй. Я чё-то, блядь, может не понимаю. Где, блядь, ебучая эта комната, сука? С этой, блядь, с трансплантацией с этой обоссанной. На втором же этаже была. Заебали эти, блядь, катакомбы без карты. Нахуй они нужны, блядь. Пошёл ты в жопу, блядь. Ну, по-моему, здесь. А может, не здесь. Нахуй дверь, катак. Покажи. Что случилось? Покажи дверь. Покажи. Что случилось? Ничего, пиздюлей мне хотят дать. Я решил, чтобы... ...пиздюлей, другой, один из Монстеров. Мы все, что нам нужны, да? Да. Пойдёмте к работе. Ну, сейчас я из себя терминатора сделаю, поборемся. Ёбты, посмотрю, кто кого. Ну и чё делать-то надо? Оу. Круто. Не волнуйся, это будет работать. Ээээ... Ну, хоть тёлка вроде такая, ничего ещё. Бам, и башку обратно приклеил. Нормалец. А тут точно нету другого варианта тела бодибилдера какого-нибудь, чтобы... ...в качалке не потеть, а мышцы были. Чё мне? Куда? Энергокостюм активировать. Блядь. Я не могу верить, что мы сделаем это. Всё будет хорошо. Тогда почему бы мы поставим тебя в сутку? Я бы предложил это, если бы вы не отказались. Ты бы не могла бы... Я должен сделать это, Сайланд. Ты бы действительно сделала это, если бы я отказался? Ты бы действительно сделала это. Уменьшить тело. Да. Если бы ты будешь здесь, я не буду стоять в твоем месте. Так давай мы тебе сейчас ещё один труп найдём и тоже тебя переселим, а то ты на флешке сидишь такая умная. Можешь в моё старое тело заселиться как бы. Так. Это говно должно быть, по-моему, включено куда-то. Не, его не взять. Так, чё надо сделать тогда? Вот, по-моему, и розетка. Детка. Чего? Ты не можешь понимать это. Просто сделай их в line-up. Я чем управляю-то? А, вон. Бля, прикольно. Такого ещё не было. Более плавно надо, что ли? Да как быстрее это сделать, чтобы оно... Пиздец какой-то. Вот так вот. Частота 3. Да как не совпадение? Вон, идеально всё. Чё надо-то, ёптую мать. Бред какой, блядь. По-моему, вот. Блядь, ну и дерьмо же здесь некоторые задания. Просто до охуеть. Я просто вообще не ебу, блядь. Чё тебе надо, та мразь ёбаная? На, нахуй, вот так, блядь, устроить, заебись вообще. О, оно, блядь. Совпадение, блядь, не нравится. Не совпадение, блядь, не нравится. Всё хуёво. Ще, блядь. Как тут сделать-то, ёбаный в рот? Дерьмо кусок, блядь. Блядь. Начинаю вырезать уже куски. Иди нахуй. Ебли, я пробовал просто сделать, как это... Как обычно показывают эту линию хромосомы, короче. Ну, чтобы они по-разному шли, то есть. Не синхронно, а наоборот. Ну, короче, блядь, спиралью. Ну, видимо, сука, я нихуя неправильно понял. Это не смещение, так на увеличение похоже. Так. Частота, значит, единичка. Это больше, более правдоподобно. Амплитуда. Амплитуда вообще верняковая. Надо чуть-чуть... Вот. Вот и всё. Ключевое слово синхронизировать. Надо, чтобы они, сука, одинаковые стали. А, готово? Я все-таки под контролем. Так, пожалуйста, уйдите. Пойдёмте в пилоте. Да-да-да, отклей меня от этого, нахуй, крана. Почему они называют это креслом пилота, я не понимаю. Пилота, блядь. Залетаем, нахуй. То есть, до этого Саймон был в своём мёртвом теле, а теперь он в мёртвом теле какой-то тёлке, которой голову откручивали. В прошлой серии. Явно что-то не так. Чё не так-то? Он говорил. Он жив. Он жив. Убить его? Убить его батарею, он умеет в минуту. Я бы хотела не оставить его. Алло. Ну, потому что нахер ему тут одному бродить. Что он тут будет делать? Он дышит всё медленнее, медленнее. Всё, не дышит. Грусть, печаль, тоска ебаная. Да. Сколько раз эти ноги спасали мою жопу от какашечных монстров. Сколько всего это тело вынесло. И тут вот в этой комнате его взяли и предали. Какой отстой. Но, сука, сюжетный поворот, конечно, интересный здесь. Базара нет. Вот это соригинальничали, так соригинальничали. Просто поворот от Бога Джордж Мартин одобряет. Ну, пора в бездну. Может быть, в конце мы все умрём? Тогда какая к чёрту разница? Живо его тело, не живо. Я так понимаю... Да ёб твою мать. Отлично, бля. Всё излагалось, ну вообще. Я так понимаю, что такие варианты, как существование души и прочие мелочи, эта игра полностью игнорирует и отрицает. Что можно всё скопировать. То есть скопировать сознание. Это то, что... То, что, собственно, и называется душой, я так понимаю. Так, а тут ещё какая-то рыба плавала. Я читал, она не нападёт. Можно туда пойти, сюда пойти. Куда надо, это не уточняется. Ага, а тут лесенки-то и нету. Может, так надо было спорхнуть? Там же вода, греби вверх, падай вниз, плавненько опустишься. Я сомневаюсь, что под водой можно упасть так, чтобы сломать себе ноги и сдохнуть. Вообще сомневаюсь, что под водой можно... Ну, с грузом, если я не знаю. Взять мешок цемента, не знаю, на плечи, с ним прыгнуть. Та-да-да. Возможно, удар будет сильный. Я херу узнаю, сколько этот костюм... Костюм из Интерстеллара весит. Ну, рукава такие чистые. У них же там в Интерстелларе были такие раздутые белые костюмы. Насколько я помню Интерстеллар. Эта кабинка напоминает аттракцион из Диснейленда, где по столбу такая вверх-вниз она ездит. Мы готовы здесь? Да. Активируйте клаву, пожалуйста. Конечно. Телесный мобил. О! Богато светом и кислородом основное плато Патоса-2. Настоящий я умер сто лет назад? Хераси. Хераси. Что ты думаешь, Катерин? Есть небо, полноценные копии одних людей? Есть кто-то там, кто меня зовут импостер. Вот он, вот он начал как раз рассуждать. Чё это за рыба? Это длинный шаг, да? Я вверх в правильном теле. Они, в основном, обзорили костюм. И если я звонил на плохой стороне, я умерла от Омакрона. Я не знаю, нет. Ты не знал, что Симон вверх в правильном теле, да? Не, что ты знал. Он вважает, что он был правильным. О, Господи! Это ужасно! Мы сделали ужасно, что-то ужасно! И ты не понимаешь? Почему бы ты? Как ты знаешь, что это не я, что я, что я, что я, что я всегда был? Пожалуйста, скажи что-то. Я не хочу думать. Пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Я не хочу тебя обмануть. Ты не знаешь. Я не знаю. Я всегда скрылся на стены по крайней мере. Я всегда чувствую, как я, знаешь, поднимаю руки, чтобы я могла опустить высокую дверь, и открыть. Ну, первое, когда я боялся туда, я спал, я спал, и смотрел, что смоя, и падал, и падал, я попал, и, знаешь, я чувствовал холодный вон в моем голове, и, и солнце, и, 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...